Захожу в квартиру, у меня течет батарея. Подставляю тазики, вырывает резко, у меня какой-то там болт был закручен батареей. Резко его вырывает, и будет большой поток воды, течет вода. Закрывая одной рукой дырку в батарее, второй набирает номер аварийной службы. До их приезда соседи Юлии помогли перекрыть воду. Прорыв случился вечером 16-го числа. Обнаружили, что у них течь батареи отопительного прибора в районе крана Маевского. Пытались самостоятельно исправить эту ошибку, но у них не получилось. Вырвало этот кран, и получилось, что произошло залитие. Было аварийно перекрыто. В районе 9 часов утра отопление было запущено, что было подтверждено жильцами данного дома. Точка в этой истории еще не поставлена. У хозяйки квартиры на горе Лика-8 есть претензии к коммунальщикам. В нижние этажи туда никто не ходил, но там у женщины провис потолок натяжной от воды. Окей, какие у вас дальнейшие планы по этому поводу? Что будете делать? Пойду разбираться. Это не моя вина, я не виновата в этом. Буду требовать от коммунальщиков, чтобы возместили ущерб. Но они устранили проблему? Они пришли сегодня с утра, установили мне вентиль на батареи. Но там был, как я поняла, не то, что надо было. Ставится кран Маевского, правильно, в батареях? Вот. А у меня было что-то не то. Если на горе Лика ситуация не до конца понятная, кто виноват, а кто жертва, то на Гагарина-8 все прозрачно ясно. Кто-то из жильцов решил навредить и себе, и своим соседям. Вот эту вот штуку, я думаю, преднамеренно. Заскнули. Так, было. Два грани открыты было. Эта до конца, и эта до конца. Я дома, рядом живу. Слышу, что мне что-то. Я думал, душ. Тогда слышу, по голове не то. Я открываю. Душ? Нет. Дверь было закрыто. Я здесь открываю. Тут полная вода. Я сразу подсказал. Закрыл один, второй. Сразу побежал на вахту. Вахтер позвал. Говорит, посмотрите, это кто-то сделал правомерно. Василий достал сразу тазик и стал черпать воду, чтобы никого, ничего не затопило. Мужчина говорит, все у нас работает, а если что и выходит из строя, специалисты моментально на это реагируют. И все-таки, как бы ни пытался он быстро устранить мини-наводнение, ущерба не удалось избежать. Воды было настолько много, что она вся стекла на первый этаж. Потолок теперь в плачевном состоянии, но коммунальщики пообещали устранить все в крайчайшие сроки. Случаи такие бывают часто. Вот это вот, я считаю, что просто негатив выкладывают. Нет, есть правду выкладывают, мы сразу реагируем, приезжаем, устраняем. Ну и вот этот случай именно показывает, что это просто неадекватность жильцов. То есть, сами сделали себе проблем. И вот сейчас последствия на первом этаже придется нам устранять. Дом на Ковзина, 54, в последнее время стал, наверное, самым знаменитым. На балконах жильцы сделали целые плакаты «Не тепло, где отопление?». Специалисты говорят, недостаточный подогрев в батарее к всему виной. При этом измерения в квартирах показали, что температура выше нормы. При положенных 18, в квартирах 21-22 градуса. В настоящее время постоянно идет развоздушивание в доме. Значит, работают наши сантехники. Значит, вместе с теплоэнергетикой сейчас ищем причины часто развоздушивания. Вот в таком обе. Когда устраните проблему эту? Я думаю, в течение полтора-двух суток устраним. Может быть, даже завтра к утру. Самый активный протест выражают хозяева 55-й квартиры. Наша съемочная группа попыталась пообщаться с жильцами, но дверь перед камерой быстро закрылась. Здравствуйте, можно? Коммунальщики не отрицают. Да, проблемы есть и будут. Но на них стараются реагировать оперативно. Ну а многие наши граждане, жаждущие интернет-славы, из мухи раздувают слона. Это сделать проще, чем пойти разобраться в проблеме и услышать мнение двух сторон. Любую проблему решить можно. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.